Друзья, всех приветствую сегодня на моем YouTube-канале. Кто первый раз меня смотрит, меня зовут Алекс, я свой веду канал из Калифорнии, из Лос-Анджелеса, точнее, это Оранж Каунти, это рядом с Лос-Анджелесом. Я сейчас нахожусь в Дана-Пойнт, вот мой любимый пляж тут, вот такой красивый, и тут любимое такое местечко, вот можно сесть на лавочке, тут причем кролики какие-то, зайчики бегают, можно их вообще покормить с рук, а дальше обалденный пляж, там именно серфят, там есть кафе на пляже, очень красиво, я сейчас пройду, буду рассказывать, тут как раз парковка, чем удобно, вот, очень классное местечко, кстати, кто смотрит из Оранж Каунти, сегодня ветер, дальше я буду рассказывать и вот показывать, ходить пляж. Показывать тихий океан, он невероятно красивый, слышен звук его, и рассказывать, так что поехали. Вот я сейчас иду к океану, как раз сюда люди на закате приезжают тоже его поснимать. Тема видео будет очень много, было на эту тему вопросов, в комментариях мне писали, то есть расскажите, почему именно все-таки Америка, Калифорния, а не, допустим, Канада или что-то другое, вообще не обязательно Канада, как мы выбирали вообще, почему именно Америка, почему именно это место, и мы здесь вот уже прожили 8 месяцев. Я все-таки, именно я, я говорю о себе, потому что каждый человек разный, я думаю вот как. Так как мы ехали, как говорится, в никуда, у нас не было каких-то там контрактов по работе, у нас не было каких-то там завязок таких, что живут родственники, которые бы нам помогли со стартом. Вот, у нас не было, как говорится, вот чего-то, чтобы нас привязывало к определенному какому-то месту. А мы ехали вот, у нас были спонсоры, да, они вот, мы их нашли, слава Богу, и они, конечно же, сказали, что лучше сюда едьте, мы вас здесь немножко поддержим. Вот, но в принципе мы могли поехать в любое место, и опять же мы могли не в Америку, а поехать в ту же Канаду. И все-таки, как мы выбирали? По прошествии 8 месяцев я скажу так, путь иммигранта очень тяжелый, очень тяжелый и морально тяжелый, и физически, и материально во всех смыслах этого слова. То есть это очень тяжело. Даже если кто-то едет с деньгами, с хорошей работой, все равно. Ты скучаешь за домом, ты скучаешь за близкими людьми, за своим окружением, за каким-то привычным образом жизни, за своей родиной, в конце концов. То есть очень много таких моментов, которые тяжелые, непростые. Вот, как раз ведь я вам рассказываю, показываю людей, тут вот так семьями, даже дети имена серфят, хотя прохладно, я в кофте. Вот, и хотелось сказать, что путь очень тяжелый. И начинать, особенно если вы едете, как мы, с плохим английским, без денег практически и без контракта на работу хорошую, начинать очень тяжело. Реально очень-очень тяжело. Поэтому вам будет тяжело начинать в любом месте. Вот главный месседж этого видео, нужно понять, что будет начинать вам сложно в любом, в любом месте. И вы будете проходить, вот как мы проходим. Ну вот лично мы, мы проходим этот путь, мы бы его такой же проходили непростой. Много работали, учились, скучали, переживали. Как в Канаде, как где-то на севере Америки, как и в любом штате. То есть вообще в любом месте нам бы было тяжело. И поэтому вот я мыслю так, что если тебе уже проходить сложный путь, как говорится, быть первым поколением эмигрантов, беженцев, именно вот в Америку, на американский континент, Канада – это тоже американский континент, то лучше выбирать то место, которое тебя вдохновляет и наполняет энергией. Я не зря пришла сюда записать это видео. Одно из моих любимых мест. Смотрите, я целый день занималась работой, всю неделю работала целыми днями. И вот я себе вечером могу позволить приехать сюда. Причем мы перед этим приехали сначала вон там за Волнорезом. Очень классная набережная с ресторанчиками. Выпили кофе, мороженое, круассаны. Посидели часик, насладились общением с местными людьми. Причем успели себя прорекламировать, дать визитки в своей дизайн-студии. А потом Соня мне, дочка, говорит, «Мама, я хочу пособирать ракушек, пойдем на пляж твой любимый». Мы прокатились по этому Волнорезу. И вот я приехала, Соня тут собирает ракушки, я вам пишу видео. То есть смотрите, в чем главный опять же месседж. А вот в чем. Я сейчас наполняюсь энергией вот этого океана, общения с людьми, вкусный кофе классный. Смотрите, у меня есть возможность, у меня есть возможность вот так вот вечером на час-два приехать за там 10 минут максимум на машине в какое-нибудь обалденное место. Причем любое. Тут столько этих пляжей, столько ботсады, хайкинг-тропы, музеи. Да все, что хочешь. Вот реально все. Тут даже там Леголенд минут 30 на машине, Диснейленд минут 20 на машине. Ну вот даже элементарно, вот такой пляж. Причем я купила уже доску для серфа себе, лежачую пока что. Приехать или покататься на волнах, попить кофе, погулять. То есть вы понимаете, вот о чем я вообще вам говорю, что ты даже отработал день, ты можешь на выходные или вечером просто переключиться, просто получить удовольствие, разгрузиться, как говорится, и наполниться энергией, как-то вот подумать о своих планах на будущее. Вот, ну выходные точно, вот сейчас суббота, точно есть время. Хотя я же говорю, я учусь, работаю, времени немного. Вот это очень важный момент. Вот это то, что вас может наполнять, наполнять реально энергией. Вот серферы катаются. Наполнять реально энергией и позволить вам выжить вот в жесткой эмиграции. Первые годы самые сложные. Потому что если вы приедете в то место, которое вам не нравится, то у вас будет такой момент. Я его слышала от очень многих подписчиков. Мне это уже писали люди. Вы работаете целыми днями, учитесь или там на двух работах работаете, а вечером приезжаете, там плохая погода, дожди, холод, ветры, решетки на окнах, потому что преступность и в многих местах, да, люди homeless на улицах. То есть понимаете, вы будете уставать на работе, которая первое время может быть не та, которую вы хотите. И вам нужны силы потом восполнить, пережить этот период, вот этот сложный. А представьте, еще вы потом, у вас нет наполнения энергией, нет релакса и кайфа от того места, которое вот вам нравится, понимаете, которое вот вас просто наполняет этой энергией. И вы говорите, да, я, первые годы может быть сложные, но я ради этого, ради того, чтобы дети потом тут жили, я тут жил, я врываюсь, как бы я приехал уже сюда, куда я хотел, понимаете. То есть вот это очень важный момент, потому что даже, например, многие мои подписчики мне говорят такие вот вещи, что мы приехали в Канаду и побыли там полгода или год или три месяца. Вот у меня даже друзья приехали, тоже блогеры, они побыли что-то месяца, наверное, полтора в Канаде, не выдержали, уехали. Они говорят, мы просто не смогли там жить. Мы пошли, муж пошел там на стройку работать, жена еще куда-то, и, говорит, жили в таком ужасном месте, так как какое-то село, все время холодно, дожди, солнце ни разу не выглянуло. И они говорят, мы просто не хотим, уехали назад в Польшу к себе. А многие вообще назад в Украину, в войну уезжают. То есть люди приезжают в какое-нибудь такое место, особенно это часто, вот я слышу о Канаде, именно о Канаде. И потом они разочаровываются в Америке, потому что это как бы тоже Америка. Но Канада — это не Америка, это американский континент, но это другое. Потому что я слышала от очень многих людей, именно от знакомых, которые там побывали, там очень жестко, там очень жестко. Там мало того, что да, язык нужно учить, все равно ты приезжаешь с каким-то знанием, но нужно учить. Потом все равно, что ты первое время должен работать, непонятно на какой работе часто. И ты еще живешь в этом холоде. Она совершенно инфраструктурная страна, во многих местах не развитая. Я не говорю про, опять же, какие-то там немножко таких богатых мест, где очень дорого, а говорю в целом. То есть людям очень тяжело, они сталкиваются с такими проблемами, что они психологически не выдерживают. И какое удовольствие так жить? Вот ради чего, я не понимаю. Поэтому я вот хочу сказать, что Калифорния, Калифорния очень дорогая. Канада тоже не дешевая. Калифорния очень дорогая. Но здесь ты понимаешь, ради чего ты проходишь тяжелый путь вот этого иммигранта. Ты понимаешь, что ты это делаешь ради того, что ты в любой момент выходишь на улицу, солнце, тепло, круглый год. Круглый год, вот прям лето, бассейн. Приходишь с работы, да, ты устал, да, это немножко, может, не та работа, к которой ты привык у себя дома. Но ты приходишь и кайфуешь просто, кайфуешь от хорошего бассейна, от хорошей погоды, от вот этого вот океанического воздуха, от классных людей, от того, что на улицах чисто и безопасно. Ну, то есть очень много таких моментов. От того, что ты можешь в выходные или праздники попутешествовать по этой Калифорнии на машине классно. Ты понимаешь, у тебя есть вот эта подзарядка. Она очень нужна. Вот мне она очень нужна. Я не знаю, как кому, но мне она нужна. И я поэтому, друзья, вам хочу сказать, что я считаю, что нужно ехать именно туда, где ты мечтал жить, где тебе нравится, где ты именно вот прям, прям твоё. И, конечно же, врываться там. Не смотреть на какие-то моменты там, что да, там чуть дороже или ещё что-то. Раз дороже, значит, и заработать можно, в принципе. Вот тут за ночь выносит, выносит вот такие вот всякие бамбук, ракушки. Я не знаю, то есть вот всё, что хочешь, какие-то обломки. Пахнет это всё невероятно круто. Океан вообще очень круто пахнет. Вон ребёнок вообще обулны, бегает. Тут американцы детей приучают с детства. Кстати, вот серфер. Вот, вот идёт, идёт, засниму. Кто смотрит мой канал, буду показывать и такие вещи. Посмотрите, кайф какой! Это сложно, я хочу. Вот парень катается. Вот ради этого даже, вот, ты можешь по выходным, по вечерам кататься на серфе, на доске. Даже если ты пока работаешь доставщиком, и хрен с ним, пока учишь язык, или подтверждаешь свой диплом. Ну, ты можешь, как все, вот, взять доску. Они тут вообще бушные, бесплатные, или там в гаражах, не знаю, за копейки продают. И себе, пожалуйста, кататься на серфе. То есть, вы понимаете? Это то, о чём я и хочу сказать, что невероятно, просто невероятно круто. Вот ещё один серфер выходит. Я специально вот показываю, вот вам пляж вечером. Тут люди вообще не парятся. Кстати, прохладно. Вот я во флизе хожу. Ну, тут многие без костюмов. Ну, больше в костюмах сейчас. А вот ещё один серфер. Это вот я, у меня лежачая будет доска. Вот такая пока. Тоже, я буду учиться. Буду учиться серфить, всегда хотела. Классно как. Вот на волнах вам показываю, вообще кайф. Вот тоже доска, наверное, детская. Она маленькая, да. Это вот похоже на детскую доску. Ласты. А, вода прям течёт. В общем, друзья, заканчиваю своё видео. Но месседж вы мой поняли. Едьте туда, где вы мечтали, куда вы хотели всегда ехать. Именно где вот прям вообще вас эта мысль аж греет, вот реально наполняет. И тогда, я думаю, точно должно всё получиться. Мы вот пробуем делать так. То есть не там, где мне друзья говорили, там выгоднее ехать, там в Атланту, в Джорджию. Мы хотим в Оранж-Каунте, но тут дорого, мы поедем там в Атланту. Итс окей, Атланта тоже неплохо. Но если ты хочешь именно в Лос-Анджелес, если ты хочешь в Калифорнию, потом тот же Техас. Многие поехали в Техас, потому что там дешевле. И многие оттуда возвращаются обратно, потому что там невероятно сложный климат. Там небезопасно. Там нет людей на улицах. Там вот мне люди рассказывают, кто приехал, причём наши украинцы. То есть очень много таких вопросов к Техасу. Летом 40-50 градусов жары. Тут летом 25-27. Ну, Канада, я же говорю, я вообще молчу. Решайте, конечно, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь. Всем удачи. Всем исполнения мечт.